Привет, мои дорогенькие! Еду на барахолочку пол восьмого. Что? Что вы от меня хотите? Разговор сам... сам собою. Вчера с 11 до 7 вечера, до 8, помогал загружать-разгружать волонтерку. Но это чисто для себя. Знаете, как поставил галочку, что мы сделали очень доброе дело. Не буду обо всем рассказывать. Все шикарно получилось. Очень уставшие. Ну вот как-то так. Значит, не забывайте, у нас есть телеграм-канал. Вы можете бесплатно продавать вещи. Но помните, у нас есть пиар. Ютуб-канала, телеграм, ценники. Приехало средство для чистки монет. Также у нас есть нумизматическая линейка, каталоги. Ну вот. Вот как-то так. Сани сегодня нету. Вчера такой затарочка вообще шикарная. Что еще, ребята, что еще вам сказать? Там много тоже пишут. Едет ко мне, кстати, посылка, о которой я вам говорил. Там обалдеть. И Коперника часы, и Роза Ветров. Новые. И Победы новые. Карты запечатанные. Новые. Машинки. Ого. Череда. Дворников. Машинки новые в коробках. Много интересного. Реально много интересного. Вот по поводу того, как нужно сбагривать вещи. У меня было три Сталина. Друзья, ну вот они провисели уже больше полугодия. Они уже окупились. Нахрена не лежат. Продайте. Вот человек покупает по себестоимости. То есть, продавая по себестоимости, вы все равно в плюсе. Потому что все окупилось уже по три раза. Я же вам уже рассказывал неоднократно. Занимаясь таким объемом товара, отдавайте. Оно лежит. Вот представьте, в обороте сейчас опять появится та же тысяча гривен. На которые можно сделать 10 тысяч с одного удара. 3, 4, 5. Ту же тысячу опять поднять. Купить 5 новых единиц товара. 10 единиц там, 7. Не жлобитесь. Но это я говорю за тех, которые крутятся. А для тех, кто вот так вот занимается. Я уже устал повторять. Устал уже повторять одно и то же. Сейчас вот тоже человек Жукова хочет купить. Сейчас ему там Феликс Эдмундович интересен. Потом еще какие-то пофоткаю. Гербы. Отдавайте. Оно лежит, стоит. Смысл. Смысл. Вот там на Жукове. Ну, там плюс какие-то 150 гривен заработаю. Но все равно. Сколько обратно возвращается денег же. Каждый день покупки. Просто. Какую-то тему еще тоже хотел поднять. Мне задавали вопросы. В чатах пишут очень много. А по поводу золота. Вложения. У человека. Человек хотел. Понимаете? Вот смотрите. Если у вас интересная закупка. Золото практически никогда не падает. Ну, драгметалл. Колебания есть, как и в серебре. Но такого прям падения, что вы купили грамм за 1500, а завтра он 1200. Такого нету падения. Потому что золото. Но как вы будете покупать? То есть, понимаете. Ну, мне так тяжело судить. Потому что... Ну, я не накопычиваю. У меня товарооборот. Я не... Ну, очень тяжело мне это все. Понимаете? Вам советовать. Такие советы. Да, купите килограмм золота. Завтра вы скажете. А зачем он мне сказал купи килограмм? А он там не поднимается в цене. Оно растет. Но оно растет постепенно. Оно не может так вот, что вы купили килограмм по 1500, а завтра по 5000. Может, конечно, скачок такой быть. Но это практически такого нет. Вот. Это что я вспоминал, думаю, скажу вам по поводу золота. Ну, ребятки, что поеду, попытаю удачу. Бог с нами. Друзья, смотрите, какая красота. Купил зажигалочку и ее сразу продал нашему другу. Купил за копейки, продал, как всегда, за миллион. Ну, а на ком еще зарабатывать? Друзья, слезы, блин, лились просто. Ой, подходит женщина. Говорит, только после операции документы. Показала руку. Ну, я уже не смотрел. Отдал 150 гривен. Нет, 200 отдал. 150, еще 50. Вот. И дядюшка Аджи тоже полтинник отдал. Нужно помогать, если есть возможность. Капец, просто слезы лились. Думаю, ядрить его, мать. Господи. Как же ж это все тяжело. А сколько же их еще будет? Нету только после операции денег нет. Ну, это все не важно. Сегодня очень зачетные покупки. Сейчас вам покажу. Итак, поехали. Кожаный чехол. Красавчик. Вот такой за 70 гривен. Обалденный. Я думаю, что 350 он и улетит. Картридж. Спрашивали по поводу картриджа. Вот купил картридж за 60. Минимум 300 продажи. Папироски. Джок. Три упаковки. Это подарок от дядюшки Аджи. Ребята, просто фешенебельные часы. Швейцария. Не но. С автоподзаводом. Так, сейчас это еще, ребята, не все. Продал сразу же на базаре зажигалку. Купил под ремонт еще ориенты. Ориенты вот такие. Сейчас покажу, что еще удалось купить. Вот вам, пожалуйста. Шикарные вещи. Обалденные, да? Обалденные. Бинокль под ремонт. Но, ребята, 300 гривен цена. Здесь у него глазок немножко. Этот, щербинка. И внутри с резьбой там, ну, все равно 300 гривен. Скорее всего, немец и пугач за копейки. Обалденный. Что это у нас, тульский токарев или... Неважно. Вот. Такие сегодня мега-покупки. Это все недорого. Все куплено за гроши. Субтитры создавал DimaTorzok